Мы покончили с российской профессиональной армией, пришло время покончить с любительской. Это заявление якобы приписывают главнокомандующему ВСУ Валерию Заужену. В России продолжается могилизация, а Украина продолжает знакомить расистов с землей. За минувшие сутки гироцифицировали еще 400. С начала войны это уже почти 57 тысяч. С вами Нехта, все самое важное и интересное к этому часу. Одессу снова атаковали беспилотники. Те самые, которые Иран России не поставлял. По предварительным данным обошлось без жертв. К сожалению, в тактике фашистов ничего не поменялось. Воскресенье, раннее утро, ракетный удар. Дронами, бомбами. Можно по-разному это называть. Россия официально аннексирует оккупированные территории 30 сентября. Тем временем, как на фейковых референдумах, коллаборанты заставляют голосовать заключенных и даже душевнобольных. Участие в историческом референдуме принял и сам светлейший князь Григорий Александрович Потемкин-Таврический. Якутские женщины вышли протестовать против войны и мобилизации. Местные власти заявляют, что это был ритуал оберега мужчин. Но полиция на всякий случай стала их паковать в автозаке. Ничего меня так не радует, как ваши лайки и комментарии под нашими видео. Только они вдохновляют меня на работу для вас. Поэтому не забывайте о своей важной миссии. Поставьте лайк этому выпуску или напишите комментарий. Нашей команде очень важна ваша поддержка. А теперь вперед к новостям. Окупанты выпустили 170 снарядов из градов и ствольной артиллерии по Никопольскому району Днепропетровской области. Почти 7 тысяч людей остались без света, сообщают местные власти. По предварительным данным обошлось без жертв. Серия взрывов в Одессе. Город снова атаковали иранские беспилотники. Трижды попали в административное здание в центре города. Возник пожар, сообщает командование ЮГ. Один из дронов сбила ПВО. На нем видна надпись «Герань-2». Именно так росіяни обзивають иранские беспилотники «Шахид-136». К сожалению, в тактике фашистов ничего не поменялось. Воскресенье, раннее утро, ракетный удар. Дронами, бомбами. Можно по-разному это называть. Но факт того, что ранним утром на Одессу обрушились бомбы. Сегодня задача наших коммунальных служб обеспечить «Шахид-136» из города, выпустить на улицы общественный транспорт. Затрудненный выход нашего транспорта, потому что перекрыты некоторые улицы. Автономным ходом троллейбусы доберутся до своих маршрутов и будут работать. Наши коммунальные службы с первых минут рядом со спасателями, готовы после завершения определенных процедур приступить к ликвидации последствий этого удара. Телеграм-канал сообщает, что по базе оккупантов Волчевской Луганской области нанесли удар. Ба Вовна прозвучала на складе боеприпасов. В Херсоне взорвана гостиница, в которой жили пропагандисты «Раша Тудэй» и военные. И вроде бы они отделались легким испугом, но погиб предатель и бывший украинский депутат Алексей Журавка. Вчера изменник пропагандировал приходить на референдум, сегодня его настигла карма. Вот мой паспорт украинский. Вот мое заявление. Вот я внесен. И вот теперь я поставлю галочку «Да» за вхождение в состав Российской Федерации. Погибший экс-депутат Журавка представлял партию регионов Беглого Януковича в пятом и шестом созывах парламента. В 2014 году переехал в Россию. Однако уже в этом году вернулся в Херсон и начал сотрудничать с оккупантами. Хотя паспорт украинский предатель, оказывается, оставил. Журавка был частым гостем на пропаганда ТВ, призывал к нападению на Украину. Кроме того, он известен не только благодаря своему предательству и подыгрыванию российской пропаганде. Он был связан с организованной преступностью и финансовыми махинациями. Также постоянно грозил концом Украине, но раньше закончился он. Вот последнее его видео в соцсетях. С 2014 года, как коллаборанты захватили через государственный переворот Украину, они фактически уничтожили суверенитет Украины, достоинство государства и уничтожили как государство. Украина требует немедленного заседания Совета безопасности ООН. Из-за фейковых референдумов на оккупированных Россией территориях, сообщает Украинское министерство иностранных дел. Окупанты превратили голосование в жесткий фарс. Лавров на заседании ООН то ли название областей забыл, то ли читать не умеет, то ли тяпнул лишь к решайте сами. Сейчас Запад закатил истерику из-за проходящих в Луганской, Донецкой, Харьковской и Запорожской областях Украины референдумов. Но проживающие там люди по сути лишь реагируют на то, что им в одном из своих интервью в августе прошлого года рекомендовал глава киевского режима Зеленский. Тогда он посоветовал всем, кто чувствует себя русскими, ради блага своих детей и внуков, уходить в Россию. Вот жители упомянутых регионов так сейчас и поступают. А вот пропагандисты выложили видео о голосовании военнопленных. Референдум проходит в той самой колонии в Еленовке, где расисты сожгли пленных живьем. Пропагандисты пробили очередное дно и выложили видео в сеть. Поскольку вы все выходы из Донецкой бывшей области, теперь Донецкой народной республики, у вас есть право проголосовать. Именно поэтому те, кто желает, сегодня им это право предоставляют. А в оккупированном Мелитополе настоящий побег из психушки. И об этом делают даже сюжеты пропагандисты. Проголосовать может хоть Дарт Вейдер, хоть Наполеон, хоть князь Потемкин. Участие в историческом референдуме принял и сам светлейший князь Григорий Александрович Потемкин Таврический. Государственный деятель, создатель Черноморского военного флота и его первый главноначальствующий генерал-фельдмаршал. Именно он основал Екатерина Слав, Херсон, Севастополь, Николаев. А в 1784 году, будучи генерал-губернатором Новороссии, славный город Мелитополь. Мы с матушкой государиной Екатериной эти города основали. И вместе с Россией им быть должно. Мы вместе Россия. У рашистов нет списков населения, которое осталось в оккупированных городах. Поэтому несложно догадаться, как нарисован высокий процент голосов. Выходим на голосование! И передом! Не выходят? Да, вот видите. Например, в оккупированных Северодонецке и Рубежном они заявляют про явку выше 40%, говорит глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Простая математика. По официальным данным, в городе остались около 10 тысяч людей. Выходит, что половина из тех, кто остался, решили судьбу более чем 100-тысячного города. Это фарс от начала и до конца. Никакой тайны тут нет. Людям не оставляют выбора потому, что к ним приходят в квартиры, в дома частные, не просто женщины с урнами для голосования и анкетами, а в сопровождении людей в военной форме. Тех, кто голосует против, записывают в отдельный дневник, пока что непонятно, что будет с этими людьми. Я думаю, что пока не закончится этот фарс, не будет никаких резких шагов. Но что будет дальше, непонятно. Мы знаем, насколько жестокими могут быть оккупанты. А вот власти Беларуси еще не решили, будут ли они признавать так называемые референдумы. Журналист France24 спросил у министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея, верного последователя своего батьки, как страна будет относиться к итогам так называемых референдумов на оккупированных территориях Украины. Макея долго что-то блеял про Special Military Operation и то, что Украина домбила бомбас. И на вопрос, чьи же оккупированные территории, так и не ответил. Мы признаем Россию. Никто не может точно предсказать, что будет завтра. Мы изучим ситуацию и примем решения в соответствии с нашими национальными интересами, а не с интересами какой-либо другой страны. На выезде из России в Грузию ставят в пробке более двух тысяч легковых машин. Движение через таможенный пункт затруднено. МВД Северной Осетии призвало россиян не ехать в Грузию через КПП Верхний Ларс. На границе с Казахстаном тоже фиксируют километровые пробки. Только на границах с Украиной не видно очередей желающих умирать за Путина. Лавров в массовом побеге россиян не видит ничего плохого. Не можете ли пояснить, почему так много российских граждан покидают страну? Разве в Германии не ратифицировали конвенции Совета Европы о правах человека, где есть свободы передвижения? В Якутске женщины устроили акцию протеста против мобилизации. По данным издания Сахадей, собравшиеся провели Асухай – традиционный хороводный круговой танец якутов. Толпа женщин скандировала пацифистские лозунги, некоторые держали антивоенные плакаты. В акции приняли участие около полтысячи человек. Полицейские сначала уговаривали женщин разойтись, но позже стали паковать их в автозаки. Однако председатель Союза женских организаций Якутии и руководитель аппарата общественной палаты региона Анжелика Андреева сообщила в соцсетях, что акция вообще-то проводилась в поддержку мобилизации. Однако, почему женщин паковали, а они кричали «нет геноциду» и «не отдадим мужей» Андреева не объяснила. Украинский парамедик Марьяна Мамонова сегодня родила девочку в больнице Ровно. Беременную женщину на днях освободили из плена. Журналистам она рассказала, что боялась родить в колонии Еленовки. Ребенка могли забрать. Ее содержали в переполненной камере и кормили раз в день, хотя позже все же перевели в больницу Донецка. Марьяну уже на крайних сроках освободили из плена 21 сентября. Она была военным медиком и узнала о беременности, находясь в окруженном Мариуполе, откуда попала в плен к оккупантам. Освобожденный из плена пограничник Игорь Кучер приехал на присягу сына в Академию сухопутных войск. По примеру отца он решил стать военным. Курсант никак не ожидал увидеть папу. Видеотрогательная встреча распространила пресс-служба украинских пограничников. Курсант Кучер, до середины. Окупанты все еще держат в плену. Около двух тысяч защитников Мариуполя родные все еще просят международной организации не забывать о них. Международный Красный Крест ни разу не навестил их в плену, рассказали освобожденные военные. На этом у меня все. Напоминаю, самая актуальная и интересная информация в телеграм-каналах НЕХТА. Поддержать нашу работу и развитие наших ютуб-ресурсов можно по ссылкам в описании. Призываю вас к активным дискуссиям в комментариях или как минимум поставьте лайк этому видео. Это поспособствует продвижению и еще больше людей узнают правду. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых встреч. Хороших вам новостей. Слава Украине. Жыве Беларусь. Редактор субтитров А.Семкин